Но век желает пировать Сергей Антонович Клычков Замечательный, сильнейший русский поэт Известен он, к сожалению, не так широко Не так давно началось возвращение его стихов к читателю Он был близким другом Сергея Есенина Но вот видите, как получается, Есенин самый популярный в России поэт А вот друг его, не меньший по одаренности, по таланту Оказался неизвестен почти сейчас Но повторю, что сейчас уже стихи его возвращаются Вот издан двухтомник, которому не могу вас отослать Потому что тираж весь уже давно распродан Но здесь, конечно, в этой библиотеке есть эти стихи Сергей Клычков, кроме того, что он сильнейший поэт Он еще и потрясающую прозу писал Совершенно необыкновенную прозу Это вот так называемый магический реализм Его сейчас сравнивают с Маркисом, ни много, ни мало Вот, и как это бывает иногда у нас Сергей Клычков открыл французские литературы А потом уже подключились и наши Это стихотворение «Прощай, родимая сторонка» Написано в 14-м году, когда поэт уходил на фронт Прощай, родимая сторонка Родная матушка, прости Благослови меня иконкой И на дорогу покрести Благослови меня иконкой И на дорогу покрести Жаль разлучаться с милой волей Да не идти я не могу Ведь никого уж нету более На недокошенном лугу Ведь никого уж нету более На недокошенном лугу Ведь выпало все на тяжелый жребий С родной расстаться стороной Зрёй, сияющей в небе И тихой радостью земной Зрёй, сияющей в небе И тихой радостью земной Прощайте, травка говорунья Весь сиротина борозда Прощайте, ночи полуния И ты, далёкая звезда Звезда горящая, как свечка Пред светлым праздником зари Прощай, родимая крылечка И ты, колечко на двери И брови, трогнувшие мукой И очи скрывшие печали Растает душа перед разлукой Растает душа перед разлукой Растает душа перед разлукой Прощай, родимая сторонка Родная матушка, прости Благослови меня иконкой И на дорогу покрести Благослови меня иконкой И на дорогу покрести АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одно стихотворение Сергея Глочкова Того же времени, той же тематики «Морфушкина песня» называется оно Это, кстати, стихотворение Вот из его романа «Последний лель» Что ты плачешь, маменька? Плачешь день и ночь Я ли тебя прогневала, маменькина дочь? Я ли дал, маменьки, как ночи луна Как луна высокая, да всего одна? Плён ли я не выпряла, не соткала сталь? Я ли дружка упрятала от тебя в чулак? Спрятала, растрогала, дали вода слёз Много слёз у маменьки, а у мочки и звёзд Уж ты, дочка, маменька, тятенькина дочь Чего плачет маменька, не тебе помочь? Дочка, ты у тятеньки, как в ночи луна Дочка чернокосая, да всего одна? Ты лёнка выпряла и доткала сталь? И дружка не прятала от отца в чулак Твой дружок с позиции Но письмо принёс Много слёз у маменьки А у мочки и звёзд Много слёз Много слёз Много слёз Ну вот уже 916 год.